Сокол Сокол Давай Класс Я хотел, честно, я очень хотел сделать полноценную трансляцию о церемонии вручения Оскаров Но у меня возникли очень непредвиденные и безотлагательные срочные дела Но поговорим все же о картине «Далловский клуб покупателей», которая забрала все мужские награды в этом году Одна из немногих Оскаровских картин в этом году, к которой у меня почти нет претензий Кого-то отпугнет некоторая затянутость фильма в некоторых местах, но лично я получал удовольствие от каждой сцены ленты Я переживал за героев, мне казалось, что я смог прочувствовать ситуацию И мне было не скучно при просмотре Радует то, что в таком тяжелом фильме нашлось место юмору При этом создатели не уделили места только лишь иронии И не превратили этот фильм в черную комедию, как сделал Скорсеза с Волком с Уолл-стрит Но при этом здоровый смех нередко посещал меня и давал расслабиться между трагичными сценами этой картины Фильм рассказывает нам об электрике, который заразился спидом Но при этом не сдался, а наоборот продолжал жить и помог многим в столь нелегкой борьбе с этой болезнью Картина несет в себе много неглупых размышлений на волнующее общество темы Тут вам и гомофобия, и неприятие обществом тех, кто заразился Борьба за жизнь, бюрократизм, предательство, непонимание Картина ничего не приукрашает, никого не идеализирует Она показывает простых людей, которые хотят жить, которые вынуждены юлить и изворачиваться Лента наглядно демонстрирует нам, что тот, кого общество считает отбросом Может быть гораздо лучше, чем все это общество вместе взятое Теперь поговорим об актерских работах Мэтью МакКонахи блестяще вжился в роль Рона Уудроффа Который является тем самым основателем клуба покупателей Он великолепен в этой роли И как это не печально говорить, из-за моей большой любви к Лео Но Оскар заслужен Роль интересней, потому что с течением фильма персонаж меняет свое мировоззрение Меняется сам и развивается Мы видим эту метаморфозу, мы чувствуем ее Чего не было в персонаже Ди Каприо У него там была сплошная деградация и только Здесь же Рон пускается по пути саморазрушения Падает к самым глубинам, но возрождается Меняется и словно репей к одежде цепляется за жизнь Он растет, он наполняет свой мир новым И не стесняется показать это новое всем остальным людям Очень печально лишь то, что толчком к моральному росту становится неизлечимая болезнь Мэтью МакКонахи в этом фильме провел великолепную работу Мы видим всю гамму чувств, которую переживает больной человек Несмотря на то, что Академия поступила именно так, как ей свойственно И как предсказывали, выделив униженных и оскорбленных на фоне беснующегося наркомана Белфорта Мэтью МакКонахи этот оскар безусловно заслужил Также не будем забывать о Джареде Лето Который вначале отталкивающий противен Но чем ближе нас с ним знакомят, тем больше мы сопереживаем этому персонажу А я напоминаю, что Лето сыграл Трансвестита, помощника Рона Для этой роли он сильно похудел и в фильме выглядит достаточно жутко Абсолютно заслуженный оскар Академики вообще любят все эти физиологические изменения, на которые идут актеры ради роли Так что они не могли это не отметить Далласский клуб покупателей это сильная картина с правильным и жизнеутверждающим посылом Картина, которая учит толерантнее относиться к людям, пострадавшим от этой болезни И не важно, какой они половой принадлежности или ориентации Но, пожалуй, отвлечемся от триумфа МакКонахи На этой неделе я посмотрел еще одну теперь уже оскароносную ленту Премия Оскар за лучший оригинальный сценарий Картина Спайка Джонса, она Картина, которая показывает нам ближайшее будущее Буквально завтра Мир, в котором люди стали настолько зависимы от техники, что и шага не могут ступить без персональных помощников типа Сири В одну из таких помощниц, в операционную систему с голосом Скарлетт Йоханссон и влюбляется главный герой Ну то есть, эта операционка обладает интеллектом, умеет думать, мыслить и вести диалоги, как настоящий человек И в нее довольно легко втюрится, учитывая то, что она полностью подстраивается под своего обладателя Но как же деградировало общество в этом мире, что любовь между операционной системой и даже секс не воспринимается как нечто противоестественное Как же плотно входят техника и гаджеты в быт людей, что они даже не замечают разницы между реальностью и имитацией И еще, это каким же надо быть одиноким, чтобы влюбиться в компьютер Эти мысли не покидали меня в течение всей картины Может быть именно это и хотел донести до нас режиссер Спайк Джонс Как легко заменить настоящее, или наоборот, как легко создать настоящее, имитация или реальная любовь Может ли машина ощущать реальные чувства, привязываться к кому-то, делать иррациональные поступки И зачем компьютер наделять подобными способностями Казалось бы, в этом фильме нам показывают, как чудаковатый мужчина влюбляется в операционную систему Их роман очень трогателен и местами красив Но в голову лезут лишь эти вопросы Они мешают поверить в происходящее Они заставляют думать, что Теодор, главный герой картины, сходит с ума Но беда в том, что он и сам это понимает, но сделать-то ничего не может Потому что она настолько идеальна, что ему не хватает духу вернуться к реальности К реальному общению с настоящими девушками, которые полны противоречий и реальной страсти Но как же хочется верить, что тебя хоть кто-то любит в моменты одиночества В моменты, когда даже самые живые люди кажутся пустыми и ненужными Как легко общаться с машиной без лишних предрассудков, предубеждений или обязательств Как доступно это и недосягаемо то самое живое общение, скрытое горой правил, заблуждений и психологических барьеров И ведь действительно, мы уже идем тем путем, когда с компьютерной программой будет гораздо легче завести роман как мужчине, так и женщине И самое главное, что люди этого не понимают Хотя нет, понимают, но делают вид, что все так и надо Концовка фильма «Она» именно в этом интересна Финал необычен и несет в себе то, что люди не хотят принимать, поскольку это трудно Вот сколько интересных мыслей у меня возникло после просмотра картины «Она» Актерские работы чудесны Картинка у этого фильма завораживающе прекрасна Будто бы наложены фильтры из инстаграма на всю картину Сюжет противоречивый и очень спорный, местами все же появляются ощущения того, что все это, черт возьми, дико странно Но все же картина стоит того, чтобы ее посмотреть Однако предупреждаю, этот фильм из тех, что ложится под настроение Если настроение у вас не то, вполне вероятно, что двухчасовой фильм вам покажется томительным испытанием с глупым сюжетом Обзор всей церемонии я, пожалуй, делать не буду Вам, наверное, достаточно будет посмотреть, кто победил, и всем все станет ясно Но сразу скажу, что в ближайшее время я собираюсь заняться одной космической оскароносной картиной Ждите плахбастер Что ж, поздравляю всех победителей, ну а рекомендовать я сегодня буду Сегодня я бы хотел порекомендовать вам замечательную комедию, которая входит в обойму тех самых пародий Которые сняты в то самое время, когда пародии еще были смешными А не то, что сейчас, жуть и страх Итак, это комедия Аэроплан Замечательное творение братьев Цукеров и Джима Абрахамса Рекомендовать этот фильм я буду с помощью приложения Rating Goods Которое доступно как для iOS, так и для Android Что мы сделаем? Мы запускаем приложение Rating Goods Оно служит для того, чтобы оценивать различные товары Писать свои отзывы, читать отзывы других людей Итак, мы находим штрих-код Наводим Rating Goods на этот штрих-код DVD Аэроплан Сейчас я проставлю оценку этому фильму Напишу за кадром отзыв, плюсы и минусы Если хотите их прочитать, перейдите по ссылке, что находится в описании И напоминаю, что на моем канале проходит розыгрыш за лучший отзыв к рекомендуемому фильму В прошлый раз победил Вячеслав Белоусов Он написал отзыв к фильму Lego Film Условие было написать отзыв либо к конструктору, либо к данному набору, либо к самому фильму И, собственно, он написал про фильм и немного про конструктор Ну, а в этом конкурсе мы разыграем сумму чуть-чуть поменьше Пускай это будет 134 рубля ровно Смотрите этот фильм, это прекрасная пародия Настолько хорошая пародия, что я даже лично не знаю, на что именно эта пародия Оригинал мне неизвестен Но фильм Аэроплан переплюнул оригинал и стал гораздо популярнее Ну, а с вами был Сокол Пока!